Задача для спорта в каждом виде провести ревизию и сделать это предстоит в первом полугодии. Это значит за это время нужно пересмотреть систему подготовки атлетов, уделив особое внимание детскому спорту и подготовке тренеров критериям отбора на различные ступени спортивной карьеры. Таков итог сегодняшнего разговора у президента. В стране созданы все условия для достижения высоких результатов. И если таковые есть, атлетов готовы поощрять. Но Александр Лукашенко уверен, нынешние итоги в спорте несравнимы с той заботой и вложениями, которые делает государство. Отдельные поручения прозвучали и относительно игры номер один. Навести порядок нужно и в системе подготовки футболистов. Наталья Брёс продолжит. Говорить про спорт белорусскому президенту легко и сложно одновременно. Легко, потому что всегда в теме. Сам ведет активный образ жизни, участвует в хоккейных баталиях, покоряет горные трассы, задает темп на лыжне. Ну а сложно из-за того, что спорт высших достижений, хоть и неизменно под крылом государства, но далеко не все виды показывают желанный результат. За это спрос и соответственных. С докладом у президента сегодня те, кто курирует сферу. Министр, профильный вице-премьер, глава национального олимпийского комитета, председатель футбольной федерации, член Совета Республики. Я вас пригласил для того, чтобы поговорить о ситуации, которая складывается в нашем спортивном сообществе и, прежде всего, в области футбола. Это самый массовый вид спорта, самый любимый вид спорта среди нашего населения. Ну и такой вид спорта, которым можно заниматься в любое время дня и суток в Беларуси и в любых погодных условиях. Нынешние достижения в спорте в целом и в футболе в частности несравнимы с теми вложениями, которые делает государство. Жаловаться на отсутствие условий футбол уж точно не может. Едва ли не во всех областях построили крытые манежи, постоянно стелят поля с искусственным покрытием. В больших городах есть стадионы с классной инфраструктурой. Футболу, в отличие от гандбола, хоккея, волейбола, баскетбола и других командных видов спорта, которая пока без международного календаря из-за ангажированности международных структур, нечего пенять и на санкции, хотя даже в тех видах спортивная конкуренция сохраняется. Видите ли, санкции нас не пускают куда-то. А куда вас не пускают? Куда вас не пускают? Во что в Россию не пускают? Это самая спортивная сильнейшая держава нашей планеты. Вот я наблюдаю сейчас тщательнейшим образом, больше уверен, чем кто-либо из вас, что происходит в Российской Федерации со спортом. Там постоянно показатели в спорте увеличиваются. Там лыжники бегали слабее, сейчас бегут быстрее. Там хоккей есть, хоккей. И футбол там, дай бог. Выигрывайте. Я говорю, выигрывайте у россиян. Выигрывайте во всех видах спорта. Посоревнуйтесь с ними и придите, доложите, что вы выступили лучше, чем россияне во всех видах спорта. И от вас больше ничего не надо. Страна будет счастлива. Вы по всем видам спорта у россиян выигрываете. Про футбол я боюсь даже говорить. Мы некоторые команды из соседних государств раньше в футболе просто не замечали. А сейчас... Досада президента понятна. Футболисты выступают на европейской арене, но результат не показывают. В итоге болельщики чувствуют не радость побед, а горечь поражений. Не секрет, что еврокубковые кампании летом для белорусских клубов 2021 и 2022 стали провальными. В прошлом году было получше, но не настолько, чтобы хотелось радоваться успехам. Сборная Беларуси по футболу с приходом Карлоса Аллоса Феррера будто бы легче задышала и смогла достойно завершить отбор на Евро 2024, но из группы, как обычно, не вышла. Ну а в рейтинге FIFA мы находимся в последнее время в районе сотой позиции. Молодежная сборная в нулевые, постоянный участник финалов Евро, сейчас постоянный аутсайдер отборочных групп. В общем, мужики, так. В этом году не будет по видам спорта прогресса значительного и нормальных показателей. На должности и кресло не рассчитывайте. Понимаете меня как хотите. Вы получаете некие преференции, порядок нужно навести в течение ближайшего времени, в первом квартале. Никто не должен получать никаких шальных денег. А в ваших героических подвигах я знаю результаты, знаю, что будем делать. Главу государства интересовало положение дел не только в футболе, но и в других видах спорта. Впервые за последние годы на крупных международных стартах завоеваны медали в тейквондо, плаванье. Есть хорошие результаты в борьбе, тяжелой и легкой атлетике. Но этого явно недостаточно, учитывая сколько средств страна вкладывает в спорт. Вправе рассчитывать на большую отдачу. Уже в этом году от наших спортсменов ждут прогресса и лучших показателей. Минспорта готов реагировать на критику. Задача стоит сегодня до июля месяца еще раз совместно с Национальным Олимпийским комитетом, федерациями. В каждом виде спорта пересмотреть систему подготовки спортсменов, начиная с базового фундамента нашего детского спорта. Сегодня насколько, какой уровень еще квалификации подготовки тренеров. Критерии, которые при переходе с одного уровня подготовки на другое разработаны. Соответствуют ли они сегодня мировым стандартам? Соответствуют ли они сегодня требованиям? Сегодня надо готовить физически крепких, развитых спортсменов, которые готовы и должны конкурировать с такими же сверстниками из других государств. И вот в каждом виде спорта надо провести совместно такую ревизию. Отдельные поручения прозвучали касаемо игры номер один. Дедлайн такой же за полгода навести порядок в системе подготовки футболистов. Федерация, которую почти год возглавляет Николай Шерстнев, предлагает с более раннего возраста проводить соревнования по всей стране и формировать команды в Институте сборных команд Беларуси уже с 12 лет. С 17 юношеские сборные страны будут участвовать во взрослой первой лиге. Задача поставлена в течение полугода навести порядок, то есть выстроить систему подготовки футболистов, обеспечить плавный переход в молодежный футбол и во взрослый футбол. То есть все, что на сегодняшний день разбалансировано в нормативной базе, привести в порядок. То есть, по сути, предстоит полгода плодотворной работы и то, что утеряно по разным причинам за многие-многие годы, восстановить и сделать футбол тем видом спорта, который любят, ценят. Давай, парни, стараемся! Эти ребята любят футбол давно, и пока шел разговор в высоких кабинетах, как раз начиналась тренировка в самой большой футбольной школе страны. Вложить максимум в них нужно именно сейчас, не упустить момент. Президент поэтому и напрягает спортивных функционеров, чтобы азарт в горящих глазах этих 14-летних мальчишек превратился в итоге в победы для страны. Очень хотелось бы играть в сборную, стать профессиональным футболистом. Главное – работать и развиваться. Уже в марте сборная Беларуси по футболу проведет международные матчи с европейскими командами. А летом с большой долей вероятности вернется на домашние арены. Сейчас в этом направлении ведется дипломатическая работа, а уже осенью стартует Лига наций. Торнир официальный. Беларусы там в третьей лиге. Это значит, все соперники по силам. Не нужно подвигов. Задача проста – обыграйте равных себе. Наталья Бреус, Ольга Онищенко, Андрей Козлов, Николай Стул, Александр Якубовский и Александр Олешко. Агентство «Теленовостей». Агентство «Теленовостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова